Пандемия скорректировала планы многим предприятиям, вынудила поменять логистические цепочки. Поддержка бизнеса в такое время – одно из направлений работы Торгово-промышленной палаты. Теме формирования благоприятного инвецклимата в городском округе был посвящен круглый стол, в котором участвовали около 50 представителей бизнеса. Правительство Московской области и орган инвесторского управления и администрация городского округа понимая все эти моменты, уделяет большое внимание для поддержки бизнеса и предлагает определенные усилия и выработал меры поддержки для того, чтобы несколько смягчить и помочь тем организациям, которые оказали затруднительное положение в это непростое время. В сложившейся экономической ситуации взаимодействие с органами власти приносит положительный результат. Пример такого сотрудничества – индустриальный парк в Богослово. Это готовая промплощадка с коммуникациями. Почти 2,5 гектара свободны для использования. В городском округе для бизнеса зарезервировано более 45 гектаров площадей промышленного назначения, более 300 гектаров сельскохозяйственного. Есть подвижки в развитии транспортной инфраструктуры. Идет проектирование западного обхода города Щелково. Также хочу доложить, что администрация сейчас ведет активные переговоры с федеральной структурой Росавтодор по организацию съезда на ЦКАД в районе Фряновского шоссе. В округе создана структура, которая оказывает консультационную, юридическую и финансовую поддержку предпринимателям. Так, щелковская компания «Роникон» получила льготный кредит на 60 месяцев в сумме 366 миллионов рублей с фонда промышленности Российской Федерации на модернизацию и расширение производства. На круглом столе руководитель Центра занятости населения рассказала предпринимателям о возможностях ее службы в подборе специалистов. Те люди, которые стоят у нас на учете с прошлого года и состояли на учете по состоянию на 31 декабря 2020 года, имеют право по вашим заявкам трудоустроиться к вам и вы получите выплату в размере трехмесячных минимальных размеров оплаты труда плюс налоги на каждого такого гражданина. Дефицит рабочих рук с успехом может покрыть Щелковский колледж. Ежегодно он выпускает порядка 800 специалистов, 300 практически сразу находят работу. Специалистов под конкретные производственные задачи готовит Щелковский колледж. На круглом столе его директор Флора Бубич сообщила, что с первого курса каждый третий ее студент знает, где в дальнейшем сможет приложить умения. Главное, наверное, в торгово-промышленной палате – это объединить вокруг себя предприятия, которые должны участвовать в работе в торгово-промышленной палате для того, чтобы помощь была взаимная. В круглом столе участвовали представители БТИ, гильдии риэлторов Московской области, банковской сферы, а также специалисты в области охраны труда. Они рассказали о цифровых услугах, которые упрощают ведение бизнеса. Продолжение следует...